Так, вот это я так понял Здарова, это Мак... Блядь, ебать, Макривский нахуй, ебаный свет Макривский всем подписчикам, ку остальным, соболезную Думаю, вы помните, о чём был прошлый ролик Разоблачение Дэнли и Хейли Да, много чего интересного произошло после него Сегодня поговорим о том, что происходило... Сори, если я вялый чуть-чуть, типа, пацаны Сами поймите, я, блядь, ну, никогда в жизни, стоя, стрим не проводил У меня стрим идёт 2 часа уже, я стою, блядь, я не сидел на жопе Так что дело после слива и ещё на одну интересную мне и, возможно, вам тему Знаете, мне иногда страшно после моих роликов Потому что после серьёзных видосов вы просто стеной кибербуллинга Надвигаетесь на тех, кого я раскрываю не в очень хорошем свете И я понимаю, что если я вам скажу не травить людей из роликов Нихуя не изменится Потому что, по сути, я зачинщик Хоть и никогда не призываю к такому, но ответственность... Да-да-да, очень интересно, давай поделаю Поэтому, если у вас есть выбор, зайти и обосрать там Дэнли, Хейли Либо просто никогда к ним не заходить Выберите второй вариант Они заслужили освещения их мерзких поступков Но никто не заслуживает такой травли Итак, начнём с реакции на разоблачение Хейли После моего ролика Лиза запустила стрим На котором у неё, кстати, онлайн был больше в 6 раз обычного Она смотрела видео, пыталась что-то пояснять Ну а когда ничего не получилось Она либо сама с себя смеялась Либо уже на похуй несла хуйню Что это единственный человек, который копается лично в дерьме Почему в его дерьме никто не копается? У него там, наверное, очень интересно... Лазда нет ебал Не похуй на его жизнь Был, кстати, момент, с которого я пиздец горел Да меня тут дошла информация Что Макриский Хочет слить мой адрес Как вы думаете, это правильно? Вот это правильно? Лео? Охуеть, Хейли Да меня тут дошла информация, что Пошла ты нахуй с ней информация Не, реально с такими вбросами Ты просто себя закапываешь глубже, чем уже сидишь Я нигде и никому не говорил Я не пытался и даже в мыслях не было За меня дошла информация, пошла ты нахуй Там мне их скидывали Когда пруфанёшь в этот вброс, ебаный, тогда и напишешь Так, а как вам такая информация? А как тебе ебашить наркоту, кстати? Мне понравилось А тебе как, блядь? Давай вместе ебанём Пиздец Блядь, ну ебаный в рот Нахуя вот это Бля, у меня такая башка грязная Блядь, пацаны Она у меня чистая Я её дважды мыл сегодня Я не понимаю, почему так Человека осуждает меня за то, что я пробовала наркотики Которых я тоже осуждаю И... Сам их жрёт, блядь Ну, типа... Ёбаный Макритский, а Сука, шо ж ты, блядь, жрёшь траву нахуй, а, дебил? Я смотрел этот клип Я долго не знал, что ответить Хейли Теперь знаю Пошла ты нахуй В общем, с Хейли всё было просто и без вопросов Потому что параллельно с вбросами Она в телеге выкатила пост, где почти ничего не отрицала А если пыталась, то всё это было обычное отнекивание без пруфов Но самое интересное было с Дэнли Как меня и предупреждали, она начала отнекиваться от всего сказанного После ролика она написала, что почти всё, что я говорил, ложь И выкатила много постов в телеграме с попытками разъебать ролик В двух словах, там было два сообщения якобы с пруфами И плюс-минус пять обычно... Бля, я даже завидушными охуни нет никакой Что было с пруфами? Она попыталась доказать, что её не ебал чел с фетишем на стримерш Вот она залила стори с того дня, мол, они просто гуляли, ничего у них не было А нахуя с ним вообще гулять, блядь? Но, Дэнли, есть одно но Я в ролике не говорил, что он тебя ебал Но после того, как ты сама всё додумала, то я и сам начал сомневаться в этом Странно выглядит, не правда ли? Ну и второе, в попытках доказать, что ей... Бля, ну это пиздец, пацаны Вот прикиньте, ваша тёлка, например Просто представьте, блядь, вы с ней встречаетесь Вдруг ни с того ни с сего, она начинает гулять с парнем каким-то Ну, слушайте, это вроде как бы не измена, да? Это как бы не измена, но, блядь, это странно, по-моему, нет? Если кто-то гуляет с кем-то другим Просто гулял, блядь Никто не донатил миллионы, а нас... Не, ну как, я прав или нет, блядь? Вы мне скажите, я же вас спрашиваю Скрин с донейшн алерса Ага, донейшн алерса Сервиса, в котором комиссия 6-7% При том, что со всеми челами ты общался Ну, многие тёлки просто скажут, что я нихуя не прав Потому что, блядь, это просто погулять Ну, блин А нахуя тебе гулять с другими мальчиками, когда у тебя есть свой? Ну, это я не в сторону Дэнли, говорю Это я вообще просто сравниваю Чё у тебя такой нос огромный? Смотри себе, пру Начала отрицать, что она её за... Не знаю, просто так вышло, чел, видишь, у меня нос такой большой Потому что, блядь, я хочу играть в мафию очень много Наркотики, но забыла, что перед моим роликом В попытках предвидеть сказанное Она сама прямым текстом написала, что употребляла Дальше она написала мне в ЛС, мол, пруфа не сказанная Вот я ей ответил в личку, что я ей ничем не обязан Бля, единственный Макривский, который реально в ВК отвечает И реально раскатывает просто по полочкам, блядь, всё Я не знаю, бля, вообще просто всё расписывает И всё будет дальше, мы эти... А я бы просто ответил, ага, да, 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 заебись Ну и после кинул в ЧС Потому что, как я считаю, время личного общения давно закончилось На что она в своём телеграме написала что-то по типу Я у него попросила пуху, а он кинул в ЧС слит Только сам рофл в том, что она ни слова не сказала Спасибо Про мой ответ ей Когда я запостил полностью переписку с ней Она поудаляла все посты в своей телеге и все свои опровержения Интернет помнит, можете посмотреть их в паблике стриминсайт Ссылка в источниках Я не могу утверждать, но мне кажется, что Дэнли уже психологически немного поплыла Бля, охуенный паблик, кстати, стриминсайт, блядь Да, оно и не странно, думаю, вы видели в моей телеге фотки, где она себе резала ноги Крови и кидала брод своим собакам Тут я не буду этого показывать, потому что это полный пиздец Но по ссылке в описании вы можете зайти в мой телеграм, там все закадровые обсуждения И тут начинается самое интересное Мне пишет Джасти, салют, Ярик Он мне рассказывает о своей истории и решает записать свой ролик про Дэнли Да, этот ролик можно описать примером яблока, которое красивое снаружи, но гнилое внутри Три часа разбора с пруфами, там подтверждены все мои слова из ролика Кто еще не смотрел, настоятельно рекомендую ознакомиться Ссылка на ролик Джасти также в описании Это финальная точка, Дэнли ничего уже не смогла ответить и больше никогда не сможет На ваших глазах очередной милый образ стал пеплом Лиза, когда ты 10 раз наступала на одни и те же грабли Ты не задумывалась, что однажды они, как в мультике Тома Джерри, дадут тебе по ебалу Так было с Инсайдом, так было с ГТФубая, так и случилось с тобой Да, Роу Бустер, бля, ебать я разъебался на Инсайд, мой милый 30-летний дружочек Как же ты пытался меня забайтить, выписывая постики в телегу защит своей девушки Но почему ты сейчас ничего не говоришь после того, как в школу Лайфа, что она встречаясь с тобой, ебалась с другим челом Где твои яйца, друг? Кто подписывается, я не вижу Спасибо А, ну еще на фоточке с автоматами Чел, ты утверждаешь о каком-то разъебе на меня, так сделай его А то, видимо, делать вбросы, это у вас семейное В общем, подведу итог Я очень хочу, чтобы вы выстроили свое мнение сами Конечно же, если вам это интересно Бля, что же он там, остальное время будет пиздец Интересно Посмотрите мое видео Посмотрите обязательно видос Джасти Почитайте мою телегу и найдите сообщение в стриминсайт Не, ну я бы Макривского выебал, блядь Это же вообще пиздец Там там смазливый такой мальчик сидит, чешо, блядь, с узкой попочкой по-любому, нахуй Приверните там все вверх дном И сделайте свои выводы Я надеюсь, этот ролик это жирная точка, которая меня не... Точно, я забыл, пацаны, давайте коллекционку Думра, блядь, а где она? Мне вынудят возвращаться А теперь поговорим об еще одной интересной теме Телеграм Не дам вам соврать, телеграм это действительно золотая жила За один скампост в своем канале я могу получать 10 тысяч рублей Многие доверяя мне будут переходить, вкидывать деньги на всякие раскрутки счетов И по итогу вас будут скамить на огромные суммы В основном это каналы каперов Но я такой хуйней в жизни не буду заниматься Кто-то скажет, Рома, но ты ведь тоже рекламируешь ставочника, ты такой же наебщик И меня это нахуй бесит больше всего Из-за долбоебов, которые делают эти все раскрутки в телеге Которые пиарят всякие Эдварды Биллы Которые пиарят всякие тиктокеры и стримеры Практически каждый из этих блогеров Да, скажите прикольно вообще, что такие коллекционки начали делать Это же вообще имбанно Кого-то болеет мама, кто-то содержит весь аул Короче, как рекламировать вместе наебалово Работать вместе, так мы можем А как только на жопу тебе хватает Так ты выкладёшь на дружбу вот так вот Да, именно из-за этих ебучих скамеров Именно из-за тех, кто их постоянно пиарит Я выслушиваю десятки дневных комментариев От людей, которые видимо не способны зайти И увидеть разницу А теперь слушайте и вникайте в эту разницу Я вам рекламирую обычного чела под ником RushBet Который не продаёт их в скрутке счетов Который не продаёт эти всякие Такие сто процентов же Прогнозы Который не байтит вас ни на что Что может отнять у вас деньги Он просто делится своим мнением На разные матчи Делает свою аналитику Которую часто как раз таки Бля, да, очень интересно Пиздец про этого ставочника Я хуею свою аналитику, блядь Вот все ставочники гандоны А мой не гандоны Я вот этой логики не понимал И не пойму никогда В этой группе найти хоть одну скам хуйню И хоть один наёб на деньги Потому что меня пиздец как сильно дезморалит Но сейчас речь пойдёт об огромной системе Об уебанском, но в то же время гениальном проекте Он существует уже очень долго Одно из самых известных его названий Это Шкурнадзор В двух словах Это проект Проект, который выдаёт себя за паблик хакеров Которые якобы взламывают айклауды Которые якобы взламывают страницы И сливают голые Но там музыка, правда Фотки и личную информацию стримерш И известных людей Вот можете посмотреть примеры постов Да зачем перемотать? Вы вкратце можете объяснить? Я просто не понимаю, зачем перемотать? Какой тайминг-то? Больше месяца следил и проверял группу Зайдите сами, блять, по ссылке В закреплённом комментарии И попробуйте в этой группе Найти хоть одну скам-хуйню И хоть один наёб на деньги Потому что меня пиздец Как сильно в группе Сослигая баловатка Обманные матчи Дел с ней на что Которые я способны А, Мина плачет, потому что Какая-то тёлка Инстаблогерша Там разоблачила Всех, что кто наёбывает Блять, я это смотрел Тогда неинтересно В своём проекте Он существует уже очень долго Одно из самых известных его названий Это шкурно Блять, десять, говорят И вникайте в эту разницу Я вам рекламирую Обычного чела под ником Рашбет Который не... Блять, да-да-да-да Я уже раз 20 послушал Мне начинает слепо В чём-то предъявлять Да, джел Вообще так поебать Я с тобой полностью согласен У меня появился VR Мне так поебать на видосы Вообще максимально Я понимаю, что контент Можно делать в VR Блять, чем вот это Это вот просто новый уровень Блять, это такая залупа Блять, все эти видосы Я их, конечно, убирать не буду Они останутся Но теперь у меня есть Ебаный шлем Сейчас речь пойдёт Об огромной системе Об уебанском Но в то же время Гениальном проекте Он существует уже очень долго Одно из самых известных Его названий Это Штурноцов А меня тошнило на самом деле В двух словах Это проект, который Выдаёт себя за паблик хакеров Которые якобы взламывают iCloud'ы Которые якобы взламывают Страницы и сливают Голые фотки и личную информацию Стримерш и известных людей Вот можете посмотреть Примеры постов Сначала они делают опросики Мол, Кабо будем сливать В который вставляют Ничем не связанных Между собой девушек Это могут быть Как стримерши с маленькой аудиторией Так и очень известные личности После того, как стадо Голосуют за один из вариантов Админы этого проекта Начинают что? Думаете взламывать и сливать? Нет, конечно Они начинают в фотошопе Длиться этих людей К рандомным голым телам Почти всегда все эти фотошопы Глупые и очень заметные Для меня, как для человека Который работает в фотошопе Уже много лет Они все очень палевные И очевидные Но для людей Которые хотят в это верить Которые мечтают Подрочить на свою любимую Медиа девушку Эти фейки Кажутся настоящими И все бы ничего Но данный проект Таким способом Набирает аудиторию После чего скамит ее Шкурнадзор начал перегонять Трафик в другой паблик Который называется ХакТСИЭЙЧ И после того Как они перегнали Достаточно аудитории То из паблика Шкурнадзор Они сделали Настоящую машину По наебу на деньги Вот они переназвали себя Вделать деньги из воздуха И уже какую неделю Пытаются скамить Оставшуюся аудиторию Через всякие наебы По типу вулкана Но на этом дело не пропало Проект в который Перегнали всех людей Сейчас так же работает И полностью занимается тем Что было в шкурнадзоре Только теперь Они себя называют Хакерами По старой схеме Фотошопят интимки И плюс к этому Якобы сливают Личные данные Бля, а где про твич То ебаный свет Который конечно же В большинстве случаев Фейковый Как этот паблик Обманывает Все просто Таких же наивных людей Которые правда верят Что они хакеры Они наебывают Якобы через продажу Хакерских услуг И конечно Это такой же Обычный скам на деньги Ну конечно Вам предлагают 100% взлом Чей-то странички ВК За 2-3 тысячи рублей Когда на Даркнете Например Взлом Пройдут От 5 тысяч рублей И то Вам не гарантируют 100% взлом У меня Я короче Один раз Пользовался Такой услугой Но у меня Чел такой говорит Ну дядь Типа Это пиздец Будет стоить 25 Я такой Блядь Думаю Ну 25 Ладно Дал 25 Через Неделю Он говорит Дядь Я не смог У меня не получилось Обойти не смог И вернул мне 25 тысяч назад На карту Прикиньте Блядь Вот Это вообще Пиздец То есть Что ему мешало Просто меня блокнуть И все То есть Чел реально делает Выполняет работу И он сказал У меня не получилось И вернул мне все назад Даже то что там Предоплата Я говорю Дядь Тебе понимаешь Типа даже Несмотря на то Что у тебя не получилось Ты блядь Ну плюс реп тебе Даже вообще Я говорю Оставь себе там 2000 Блядь За попытку Не заставляет людей Задуматься Что их хотят Наебать Ну конечно В перемешку С глупыми фотошопами И якобы Постиками про хакерство Люди схавают Все это И спокойно понесут А богосы меня ломанули Через почту И через еще что-то Я не помню Но они тоже красавчики Богосы они Говорят Вован на Типа Блядь Поменяй все Потому что Одно дело мы Другие Другое дело Типа Типы другие Взломают тебя Деньги мечтают У меня тогда серия была Взломов Блядь Меня Мой однокашник Еще хакнул По приколу Блядь Камник стоит 60-ю училку Либо одноклассницу С которой боятся Заговорить с первого класса Конечно же Не важно Что посты про хакерство Для любого хакера Будут там казаться глупыми Но не важен смысл контента Важно убедительно подать А не стреляют В наивную аудиторию В людей Которые хотят В это верить Появился этот проект Кстати После успеха Некого парня С канала Хактер С Это чел Который взломал И слил ГТФ Бая Потом слил Голые фотки Аляши И знаете У этого парня Была идея Что ли И когда я смотрел За его контентом Я понимал Что это человек У него была Аргументация своих действий У него было Осознание вины После слива Той же Аляши У него не было Цели гнаться за деньгами А глядя на этот Ободственный проект Ты понимаешь Что за ним нет человека После наеба Некому предъявлять Вы наблюдаете Просто за проектом Который фармит деньги Наебом И в случае обмана Блядь А прикиньте Макривский рубит бабки С ютуба Платит серферу Какому-то А он ему Проходки такие записывает А пацаны Как вы думаете Как ему предъявить Перед записью ролика Я связался с парнем Который ввел проект Который слил ГТФубай Причем через тест Он это делает Твердил мои догадки Касательно этих Скам пабликов Он написал Что они появились После его успеха И в попытках Нажиться на чужой идеи Которые конечно Так и есть Это правда Начали зарабатывать деньги На двери людей Все как я и предполагал Они с помощью фотошопа И нейросетей Которые раздевают девушек Начали зарабатывать На людях Которые в это верят Также он высказался Насчет их хакерских услуг Вот ставьте на паузу И почитайте мнение Настоящего хакера На этот счет Ну и под конец Он сказал Что админ Тех самых пабликов Однажды ему писал За покупкой рекламы Для какого-то эра канала Я надеюсь Что этой информацией Я смогу уберечь Хотя бы нескольких людей От такого вида скама Я уверен Что среди моих смотрящих Есть хоть один человек Который сейчас подумал Блядь Ну это типа пиздец Блядь и что Дрочил на фейк Один человек Который сплотнул за утро Кто вообще дрочит Блядь на сливы стримерш Нахуй Я не понимаю Пацаны Кто такие люди Которые на фотке дрочат Вы че бля Ёбнутые нахуй У вас с головой Беды с башкой что ли Какие-то Я не понимаю Как можно дрочить на фотке Когда Господь Иисус Христос Придумал интернет А в интернете Можно найти видео Во что Заводят фотки Вы че Ябланы что ли Блядь Это не Показывалось Все Потому что там только фотки И были Нет это не весело Вообще не весело На фотки долбить Зачными деньгами Который потратил Чтобы взломать Свою одноклассницу И один человек Который админит Этот гавнопроект Попробуй взломать Мою страницу Долбоеб ебаный И конечно же Ты не сможешь Ведь делать вбросы И наебывать хомячков Это твой предел Я надеюсь вам понравился Этот ролик Если да То ставьте лайк Рассказывайте об этих Долбоебах своим друзьям Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на мой Телеграмм Где есть все закадровые разборки К слову Там Дэнли опять пытается Оправдываться Будем разбирать Если вы на премьере ролика То заходите ко мне На стрим на Твиче По ссылке в описании Прямо сейчас я буду отвечать Там на все ваши вопросы Касательно этого ролика Ебан Да, да Он как блять говорит Хомячков Да, блять Продолжение следует...